Продолжение следует... 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 Вот когда мы два поклона делаем, когда ко Христу подходим, и перед тем, как целовать иконы, одни делают крестное знамение дополнительно еще, а другие не делают. Давайте определимся, делать или не делать. И будем, чтобы синхронно все было. Ирина Тихонович, вам кажется мелочи, но опять же ради благочестия. Когда вот два раза поклонились, ну во-первых синхронно, опять продолжается несинхронно. Двое подошли и синхронно поклонились, ждите, смотрите, ориентируйтесь друг на друга, чтобы крестное знамение было синхронным. Потом после двух вот этих поклонов, третье крестное знамение накладывает, перед тем, как поцеловать. Крестное Евангелие. Не накладывай, не накладывай. И потом отошли, когда поцеловали, ждите опять же вдвое. Когда встали, опять синхронно поклонились, а потом к батюшке, ко Христу. Понятно? И еще замечание. Сегодня пять сестер юбки были. Ну, к сожалению, приходится напоминать. Проверьте, проверьте сами. 10 сантиметров максимум. Особенно, когда каблучки одеваем, это видно. И особенно сзади, сзади вот это вот уже у вас склонит вас вперед. Вы думаете, что внизу у вас там нормально, потому что вы наклонились, а сзади-то, ну, знаете, бывает и даже неприлично. Надо пришивать. Думаете. Прошу прощения, что напоминаю об этом. Ну, как смотрите, должен это сделать. Где Игорь Добунов? Игорь Добунов на работе. Татьяна Кузьминична, о болящих, пожалуйста. Ну, болящая сегодня Ольга Соклакова звонила. И Ника у нас болящая. Ну, остальные все болящие. Акелина прооперированная. Акелина, я думаю, все знают. Акелина прооперированная, да? Понимаете, чтобы послеоперационный период прошел гладко, без осложнений. Операция сама прошла вроде как благополучно. Наташа. Наташа. Наташа загуляет. Да. Нашей маме в пятницу сделали операцию. Пока сведений никаких нету. Но ее перевели в палату. Гулять живет. Сказали, что раз в палату перевели, значит, это хороший знак. Но пока информации никакой подробной нет. Игорь у меня уехал на несколько дней. Пока сейчас в поле. Должен сегодня доедаться к вечеру. А окончательно он уедет после Пасхи. Ну, молиться о путешествующем, о работающем. Да. Я хочу поблагодарить всех за молитвы, братья и сестры. Очень-очень вас благодарю за ваши молитвы. Слава Христу, Леон. Рады видеть здравый и живой. Хочу тоже присоединиться. Хочу поблагодарить за молитвы об Акелине. Операции прям переносят в полный рост. Уже девушка приехала из Бийска. Уже сдали анализы. Анализы с детьми сдавать это просто мука. И уже Идли, и уже предоперационная палата. И в последний момент, уже за 30 минут до операции, его ребенка в сторону. То есть как нашу. Нет, нет. Это я говорю уже о других людях, как отбирают. А мы прошли эту эстафету. То есть я до самого последнего момента думал, что перенесут. Пришли во вторник, уже все спокойно. Пять минут проходит. Думаю, сейчас меня вызовут, забирай. Нет, 15-20, потом там где-то минут 40. Все. Ребенок после операции отошел. На следующий день пришел доктор, посмотрел. И вот его помощница, она даже обрадовалась. Говорит, у вас очень хорошие результаты. Ну дай бог, чтобы это было в продолжении. А он посмотрел тоже. Ведь я, говорит, могу одно сказать, слава богу. Вот. Вот так он сказал. Ну все. Так, какие еще есть слова у кого есть, пожалуйста. Геннадий, что там в мировой сети творится? Расскажите нам. Все высказали, что ли? Вон. Давай, брат, говори. Ну я дополню то, что вот сейчас сказали об одной сестре, что она вроде как опоздала на причастие. У меня случай был такой на Урале. Я точно так же готовился к причастию, к исповеди. И не попал. То есть вышел вовремя на автобус, а он взял и раньше ушел. То есть не дождался. То есть в этом тоже я его смотрел потом, что я все-таки был, Господь не допустил. Да, я был не готов. Молился еще крепче и так далее. То есть в этом надо всегда благодарить Бога за это. У меня... Сейчас я вам... Прошу помолиться про себя, потому что я иногда не могу стройно выложить свои мысли, которые Господь мне дал. То есть в этом, чтобы Господь мне даровал разумение. Вот. Называется тема я подготовил. Живая связь с Богом-молитва. То есть эта молитва. 1 Тимофея 4,16. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. Ибо так поступай, и себя спасешь, и слушаешь к тебе. Я еду посвящать Мария Яковлевна. Понагаю. Поэтому так. Так, ну что вам сказать. Наступает Страстная Седмица. Все знаете, кто где-то близко к храму имеет возможность, сходите в храм на молитву. На молитву, да. Кто имеет возможность, отырить. Вот, сходите. Вот, значит, понедельник. Восьми часов у нас будет пасхальная служба. На второй день Пасхи. В понедельник, как всегда. В понедельник восемь часов. Приезжаем, приезжайте. Будем стосовывать все. Освещение уличей будет. В понедельник восемь. После Пасхи. Так. Мы напечатали юбилейные календари. Вот, я всем вам хочу подарить по одному календарю. Да. Думать, бумага просто пьет. Нет. Так, держи. Нет, находит. Всем, 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 всем хватит. Всем дам. Все, не торопитесь. Всем, всем. Держись. Дарья. Так. У нас… Спасибо. 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 Ладно, давай я подержу. Так, не 12 Евангелий, 3 Евангелия, 4 Евангелия прочитываются за это, за эти 3 дня. За 3 дня. Да, за 3 дня. Но их обычно начинают раньше считать, что постепенно, потому что это очень тяжело. Спасибо. Ну, сколько можете, столько прочитайте. Так, хоть когда, хоть больше. Так, еще какие ко мне вопросы есть? Ничего нет. Ничего нет. Так, на Пасху кто может, кто может приехать, мы приглашаем, приезжайте на Пасху. А дорога просохла? Ну, дорога, все ездят, наши братья уже выезжают на трассу, прямо здесь напрямик, все выезжают. Ну, как, я не ездил ни разу, но все ездят, Барабаш ездил уже. Вчера приехали, у Стиновы приехали на машине. Машина у них не скажем, что такая там какая-то. Все. То есть, есть дорога. Есть. Воды-то наполнились, батюшка? Ну, насколько возможно, наполнились. Сколько? В лагерной чуть побольше воды, чем было, и этот гораздо больше, метра на полтора, наверное, повыше поднялся. Много, хорошо. Воды есть. Ну, так вот, ну, значит, на Пасху приглашаем, кто может, приезжайте. Спасибо Христосу. Все. Богослови. Богослови. Ага. Продолжай, братья. Я возьму. Прежде чем составить эту тему, я молился и попросил у Бога, чтоб Господь меня настаивал и было другим получительно, и мне в первую очередь, конечно, чтоб полезно было. Но временами угошал в себе это желание тем, что тихое вение Духа Святого в противлении Богу, которое проявляется через нежелание исправляться через обличение. Вот что говорит Сираха об этом. Сираха 20 глава 2-30. «Как хорошо обличенному показать раскаяние, ибо он избежит вольного греха». То есть, не внимая обличения, ты не имеешь извинения в своем грехе. Обычно человек или замыкается в себе, или находит оправдание своему греху. Нет, чтобы сразу помолиться про себя и попросить прощения у Господа и также у брата или сестры, которая тебя обличает. Ну вот, я на собственном примере убедился. То есть, через это я сам прохожу все это. «Прости меня ради Христа, глупого и нерадивого. Мы забываем, что показывая свое противление, мы противимся не человеку, но Богу, который послал к нам обличителей». 1 Фессалликийцам 4 глава 8 стих. «Итак, не покорный, не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего Святого». Также написано в Фессианах 4 глава 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». «Как можно оскорбить Дух Святой?» Читаем продолжение послания Кристианам 4 глава 29 по 31 стих. «Итак, 31 стих, 29, а потом 31 стих. Никакое дневое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобу да будут удалены от вас». «То есть вот у нас был в лагере один случай с сестрой старшей, тоже немножко из-за детей там у нас раздор получился, я сразу почувствовал, что Господь отошел от меня, то есть я потом пришел, попросил у нее прощения. Ну вот, вот такие вот в жизни у нас очень много часто бывает таких конфликтных ситуаций, которых надо сразу разрешать, не ждать, когда будет еще хуже делим. Мы молимся, но чувствуем мертвенность в своих словах, и нет той сладости от молитвы и близкого присутствия с тобою Бога, то есть прервана живая связь с Богом. И пророк Сафония призывает нас». Сафония 2 глава 1 стих. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный». Сейчас мы посмотрим примеры живой связи с Богом на примере на основании Слова Божия. Сейчас его откроем. Это в первую очередь, конечно, начиная в раю, как было у Адама Сеевой с Богом. Это 3 глава с 8 по 13 стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохладной дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Адам, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». «И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг, ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». «И сказал Господь Бог жене, что ты это сделал?» Ну и там дальше продолжение идет. Я больше зачитываю, не буду, чтобы времени не тратить. Вот это одна из примеров живой связи с Богом. То есть Адам и Ева общались в живую с Богом. Та же есть исход, 14 глава, 15 стих. «И сказал Господь Моисею, что ты вопьешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтоб они шли». То есть когда уже было при лицом опасности, Моисей внутренне вызвал к Богу. Хотя там в Писании написано, что он ему помолился. Он именно про себя помолился. Та же молитвы, как я, например, сейчас привел с Моисеем, то есть человек внутренне вызывает к Богу. Есть еще один, сейчас прочитаю пример этого пророка Неемии. Неемии, 1 глава, 4 по 11 стих. «Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, молился перед Богом Небесным». То есть здесь наоборот я немножко не так сказал, что молитва, то есть какие молитвы? Обычно все святые на основании Слова Божия, жития святых, ну и другие примеры нашей жизни, всегда в основном молятся своими словами. Как и апостол Павел говорит, что открывайте свои желания перед Богом, что сегодня неоднократно читалось во время богослужения, в поучениях святого Иоанна Златоуста. Вот 1 глава, 4 по 11 стих. «Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным, и говорил, Господи Божий Небес, Божий Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твоей. Да будут уши Ты внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего. Которую я теперь день и ночь молюсь перед Тобой о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуясь во грехах сынов Израилевых, которые согрешили мы перед Тобою, согрешили и я, и дом Отца Моего. Мы стали преступны перед Тобой, и не сохранились заповеди, и устал, и определения, которые Ты заповедал Моисея рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисея рабу Твоему, говоря, «Если Вы сделаетесь преступниками, то Я рассею Вас по народам. Когда же обратитесь ко Мне, и будете хранить заповеди Мои, и исполнять их, то хотя бы выезданы были на край неба, и оттуда соберу Вас, и приведу Вас на место, которое избрал Я, чтобы удворить там имя Мое». Это все примеры живой молитвы, то есть с Богом. Та же пример видим от Тавита, книга Тавита, третья глава, с первого по шестой стих. «Я печалил, что я заплакал и молился». Это Тавит молится. «Со скорби говоря, «Праведен Ты, Господи, и все дела Твои, и все пути Твои, милость и истина, и судом Твоей истинным, и правом судишь Ты вовек. Воспомяни меня, и призвины меня, не наказывай меня за грехи мои, и заблуждения мои, и отцов моих, которые они согрешили перед Тобою, ибо они не послушались заповедей Твоих, и Ты предал нас на расхищение и пленение, и смерть, и впричь и поношение перед всеми народами, между которыми мы рассеяны. И поистине, многие и праведно суды Твои, делай со мною по грехам моим, и грехам отцов моих, потому что они исполняли заповедей Твоих, и не поступали по правде перед Тобою. И так, твори со мной, что Тебе было угодно, повели взять Дух мой, чтобы я разрешился, и обратился в землю, ибо мне лучше умереть, нежели жить, так как я слышал лживые упреки, и глубока скорбь во мне. Повели освободить меня от этой тяготы, в обитель вечную, и не отврати лица Твоего от меня. И в тот же самый момент, как в этой же книге написано, что об этом молится та же Исара, которая в будущем будет невестка, именно его сына Товии. И стала она молиться у окна, и говорила, Благословен Ты, Господи, Божий мой, и благословено имя Твое святое, и славное вовеки, да благословляет Тебя все творения Твои вовек, и ныне к Тебе, Господи, обращаю отчимы и лицо Мое. Молю, возьми меня от земли сей, и не дай мне слышать еще укоризны. Ты знаешь, Господи, что я чисто от всякого греха с мужем, и не обесчестила имени Моего, ни имени Отца Моего в земле плена Моего. Я единородного Отца Моего, и нет у Него Сына, который мог бы наследовать Ему ни брата близкого, ни сына братнего, которому я могла бы сберечь с Тебя в жену. И уже семеро погибли у меня, для чего же мне жить? А если не угодно Тебе умертвить меня, то благоволи презреть на меня и помиловать меня, чтобы мне не слышать боли укоризны. Эту тему я уже заранее, давно уже подготавил, молился, но вот я говорил, что охладевал иногда, Господь, как говорится, не давал продолжения этой темы. А тут произошел один случай, который побудил мне продолжить эту тему в течение буквально нескольких недель какой-то. Это было в субботу, я собирался поехать по своим делам, и вот братья мои, Игнать Иханович и брат Никита, записывали ролики, занятия в Потеряевке. Вот, Игнать Иханович, я когда ему сказал об этом, что мне надо все, говорю, ехать, смотрю, Игнать Иханович огорчился, то есть он хотел еще дальше продолжить, немножко записать, плюс там была беседа по скайпу, восемь часов запланирована. Вот, и смотрю на моего брата тоже, Никиту, он смотрю, тоже огорчился, то я ухожу, а он тут один с Игнать Ихановичем, то есть, ну вот это, чисто по-человечески. Я начал одеваться, думаю, ну, а внутри чувствую уже душа неспокойная, думаю, значит, что-то это Богу не угодно. Решил помолиться перед тем, как у Тихо. Встал на молитву, и говорю, Господи, если тебе это не угодно, я не двинусь ни с места. Так и получилось. То есть, постоял, послушал Господа, разделся, встал и дальше помогает, начал записывать. То есть, вот это и есть пример одной из живой связи с Богом. То есть, мы должны внимательно прислушиваться к тому, что нам Господь вложит на сердце. Вот, и еще я хотел примеры привести. Имея живую связь с Богом, ты будешь делать иногда то, что тебе не нравится. Вот в данный момент, да, вот я хотел свое, а Господь мне повелел остаться. Хотя Господь все эти, потом в течение субботного дня это все устроил. То есть, у меня все благословено было. Это мы читаем у пророка Ионы, первый глаз, первый по 30 стих. И было слово Господня к Ионе, сыну Амафеину. Встань, иди, Неневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать, фарсис от лица Господня. И пришел в Юопию, и нашел корабль, отправляющий фарсис. Отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ним, с ними фарсис, от лица Господа. То есть, не хотел он исполнить волю Божию, побежал. Но в дальнейшем, конечно, и справился. Вот еще также есть яркий пример, это у Иезекииля. Иезекииль, 4 глава. С 8 по 12 стих. Вот, Господь ему сказал, говорит, вернее, вот, я бы возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы, и очменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которых ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которой будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерую, по шестой части гиной пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. Вот какое послушание Господь дает им. Вот. Конечно, Библия, она переполнена этими именно молитвами живой связи с Богом. В первую очередь, конечно, Господь нам пример Иисус Христос показывает, как Он молился к Отцу Своему. Это мы в Евангелии Атияна 17 глава. Это можно, я не буду зачитывать, потому что это длинная молитва, чтобы времени много у вас не отнимать. Вот. Также у нас есть молитва еще, говорится, веяние Духа Святого, как люди прислушиваются. Это деяние. Сейчас я вам зачитаю. Четвертая глава. Вот еще, говорится, Господь иногда побуждает, например, делать какие-то чудеса. То есть ты должен это чутко чувствовать, что Господь тебе говорит. Это деяние 4 глава, 24 по 30 стих. Они же выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Бладыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них. Ты в устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники и народы, замышляя тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе семна святого сына твоего и Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народами израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и насадил они знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса». Ну и дальше тут написано, что поклебалось место твоих мать. в этой молитве Господь услышал. Вот. Как еще Дух Святой направляет, если ты молишь о Богу, это Деяние, 8 глава, 26 по 29 стих, это про Филиппа. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа, Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим, для поклонения. Возвращался, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаии. Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к всей колеснице». Филипп подошел и услышав, что он читает пророка Исаии, сказал, «Разумелись, что читаешь?» Ну и дальше он объясняет. Дальше Филипп евнух крестился. Ну вот, например, был у нас недавно случай с братом, садим и идем, тоже с ним в одно место. И смотрим, я смотрю, сидит мужчина, уже пожилой, на пенсии, с тросточкой. И Господь побудил, где-то, как бы мысль такая возникает, что «Подойди и подари Евангелие». Евангелие у нас, слава Богу, с собой всегда есть. Подошел и ему это Евангелие дал, мне поблагодарил, перекрестился. Тем более, ему понравилось, что крупный шрифт. То есть, вот это вот все тихое видение Духа Святого он всегда чувствует. Исполнять, да, то есть. Даже в молитве, когда мы молимся, я сейчас вот недавно читал, что как вот апостолы молились, употребляются слова Писания, например, там из Псалмов или там из Нового Завета. Вот. И бывает, живая связь с Богом прерывается. И ты увеличишь вопль свой Псалом 17, 42 стих. Они вопиют, но нет спасающего, как Господу, но он не внимет им. И тогда человек ищет других халатаев за себя пред Богом, но Бог закрыл уши свои и запрещает халатайствовать за них. Это читаем пророка Иеремия, 7 глава 16. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвой и прошение и не халатайствуй передо мной, ибо я не услышу тебя. То есть это уже страшно, конечно, когда Господь... Ну и самый яркий пример, это мы видим на примере Саула, когда Господь вообще его отверг, хоть от царства и закончил самоубийство. Даже вот пример живой молитвы в Слове Божьем мы читаем пророка Неемия, это 2-й, 4-й стих. И сказал мне царь, чего ты желаешь? Я помолился Богу Небесному. И дальше он начал говорить к царю. То есть про себя внутренне помолился. Это вот настолько близко вот это все, когда по Слову Божьей поступаешь. Так же Дух Святой побуждает именно апостолы молились и проповедовали в Деянии 14-й главе читаем с 8-го по 10-й стих. В лист некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей и никогда не ходил. Он слушал говорящего Павла, который взглянул на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа встань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. То есть увидели веру для исцеления Господь так открыл имя. Но также это было случай в Деянии в 3-й главе, когда хромов исцелили апостолы. Дух Святой направляют и на благовестие. Это мы читаем в Деянии в 13-й главе. Дух Святой отделил Савла и Варнау на благовестие в другие страны. Даже их рукоположили. То есть даже для священнослужителей епископов они должны молиться и чтобы Господь им открывал кого нужно рукоположить. Кто достойный и кто недостоин. Очень один из жития святых яркий пример того, как Дух Святой действует, когда ты имеешь живую связь с Богом. Мне нравится жития 5 век Александр. У него была своя обитель, монастырь. Еще говорят неусыпающим. То есть тот, который вел круглосуточно в чтении псалтырии. И вот один из ярких примеров, что он говорил о благовестии. Это по старому стилю 3 июля, а по новому 16 июля у него. Жития его. И вот он говорит Испомни псаломское слово, 50-й псалом, 15-й научил беззаконных путям твоим и нечестиво к тебе обратяться. Решил, что нужно заботиться не только о своем спасении, но и о других, особенно же пребывающих нечестии. А так как в тех странах много в то время было идолопоклонства, то и умыслил он послать некоторых из братьев с Христовой проповедью. Избрал на это дело 70 самых сведущих и особо ревнующих о святой вере по числу тех христовых учеников, о котором святой евангелист Лука пишет. Лука 10 глава 1 стих. Избрал Господь и других 70 и послал их по два перед лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Избрав то же число учеников на Христову проповедь и помолившись о них подражатель Христов Александр послал их по два в окрестные идолопоклонические селения. Там написано что было в обращении то есть люди обращались. Вот даже у него в этом житте другой случай был. Он уже решил сам идти и с собой взял 150 монахов. Но решил их немного испытать в пустыне. Он не брал с собой даже пищи что Господь нас прокормит насколько у него сильная вера была. И 30 из них начали роптать и ушли он их отправил обратно в обитель. То есть они вернулись. А 120 с ним монахов осталось. Ну и дальнейшее там деяние очень интересно кто не читал почитать как он проповедовал как у него свои же православные его изгоняли из города подумал что это какие-то другие пришли как сектанты неправославные но в дальнейшем Господь его смотрел. Все то есть исследуйте Писание его выдумать через них иметь жизнь вечную они свидетельствуют мне слава Хрисуне. Спасибо Христос брат я думаю что брат нам дал пример когда мы можем поделиться своим опытом общения с Богом если говорить о тихом веянии которое должно слушать а слышать мы можем тогда когда внутри тихо когда тихо от страстей наших от грехов когда мы можем услышать тихое веяние Святого Духа Игорь Тихонович Вам слово какое слово последняя неделя страстная эту тему это и не говорят круглый год почти отмечают среда и пятница в честь чего среду постятся Иуда сделал заговор предательство измена пятница это предательство воплотилось Христос был распят это понятно и 56 раз в году нам об этом напоминают может быть так и надо не знаю но 56 раз в году а вот если взять последнюю неделю эта неделя расписана по дням все знают чистый четверг а четвертый чистый что означает умыл ноги больше там ничего не было а в народе это как-то задело то что близко нам в баню ходим четверг а понедельник а вот понедельник он прямо вопит что необходимо его отмечать он называется вертепный господь зашел в храм это единственное место в мире было по повелению Божию где Бог принимал жертву и молитву так как нигде и нашел что храма нет служители церковные главные виновники всегда были они ереси создавали и здесь корысть на первом месте корысть и трусость что они сделали все продается все за крещение зайди посмотри деньги завенчание деньги офис освятит куда неверующие люди деньги деньги свечи нечистые вонючие трещатые это софрино гонит с одних крестиков доход 2000% подсчитывал человек не свои данные говорю когда Карл Марс говорил что если 100% выгода 100 вложил в капитал а 200 получишь капитал показывает оживление то есть начинает уже глядеть прибыль есть а 300 а если 400 он дальше не посмел то нет того преступления даже под страхом виселицы на что не пойдет этот капитал 400% а тут 2000 тут получается 5 виселиц стоит и все равно перешагнули и Господь говорит мой дом мой не ваш они так выгодно знаете везде к церкви приезжаешь по Кровскому а там наши люди из деревни льют свечи как у нас чисто восковые и вывесили ни у кого срок не покупать только наши церковные берите а церковные нечистые там воску вообще наверное нет нисколько и вот приезжает у нас здесь Сергей Бордин это его отец благочинный Красноярского края не знаю где он достал чистую толстую восковую свечу он поставил а служительницы в черных партухах они за этим смотрят она подошла ну ее видно что она как кедр ливанский среди этой нитки мерзостью обмазанная называется свечки то нету такая она тоненькая нитка обмазанная просто они трещат коптят это стоит насколько она подошла потушила и положила он туда берет опять сам стал рядом опять видит безобразничает он ее зажег она подошла еще раз потушила тогда он стал рядом и когда она стала тушить третий раз он ее за рот ухватил а там мужичина такой ты что делаешь ну-кади отсюда и она больше ни разу не подошла вертепный вот если бы его как среду 56 раз долбили может что-то было вертепный в начале господь говорит он два раза выгонял сказал что вы дом мой сделали домом торговли шинок комок как угодно назови это дом торговли во имя пресвятой богородицы покрова господь господь говорит никто этого не видел ходили жертвы приносили давали семей богоприимец был все прошли мимо иосиф хранитель богородицы никто никак не вмешивался то есть участники этого сделала были нужно было нужно было и вдруг сам хозяин пришел и увидел храма то нет дома то божий нет одна ложь непрерывная ложь и говорит вы дом мой сделали домом торговли торговой точке а торговые эти небоскребы они будут неспровергнуты поставали 102 этажа в Америке были дом торговли были торговые центры назывались второй раз уже на 12-й 7-й господь заходит и опять делал то же самое и мы нигде не видим чтобы господь что-то делал такое что можно было призвать хулиганство внутри церкви а этот поступок прямо под хулиганство под статью идет придут сейчас вдвоем возьмем ребят крепких и оторвем это от стены и опрокинем эту бабку которая стоит выкинем оттуда свечки все разбросаем пнем там какие у нее есть гнежонки и прочее это дом божий вы знаете что будет милиция сразу будет вызвана ОМОН скрует статья статья есть такая это Севастяна нет он бы сказал какая статья здесь так ну вообразие какая статья гражданское нарушение или уголовное ну в зависимости от ущерба от ущерба которые при сунье были в храме Христа Спасителя ущерба никакого не было только попели и сказали Пресвятая Богородица прогони Путина вот такой лозунг пропели и что их посадили на сколько дали им все таки ну дали им это уголовное 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 а здесь ущерб каждую эту вонючую нитку они будут подсчитывать во время службы это все это все разбросать и топтать уголовное статья определенно хулиганство хулиганство и кто это сделал главный хулиган с большой буквы кто люди так бы оценили а почему он хозяин он дом его почему они приступили к нему и сказали какой властью ты это делаешь в понедельник они были ошарашены буквально а уже дальше они пришли к нему Господу когда он зашел скажи ты вот в храме наводил порядок наводил да порядок даже статья хулиганства это мой дом а вы залезли сюда я знаю порядок это мой дом зачем ты делаешь это ну представьте ковры и ноги не вытирает грязный шлепает ясно что остановить его надо а когда второй раз пришел он говорит дом мой а вы его сделали вертепом разбойников банда банда церковников во главе с патриархом во главе с истереями с партеереями это банда огромная банда залезла туда в мой дом и они день и ночь торгуют мы проезжали при выезде из Кемерово и там на выходе храм и написано двери всегда открытые чтобы путешествие было хорошим заходите благословение то есть они поняли вот перекресток и показывает стоит священник у него перед ним а пишет большая и написано освящаю безопасность сколько в каком направлении сколько денег в интернете стоит разбойники вышли на дорогу почему этот день никак не отмечается и даже не знают но на родину известен как вертепный понедельник он будет завтра если я не ошибаюсь 25 будет завтра 25 апреля где-то себе пометьте сходите в храм ну а как отметить его я не знаю как но я сделал так большая толстая веревка спортивная лазить я нарезал из нее кусков написал большое письмо завернул и где есть торгашам всем подарил вы будете полосатые вы будете биты вот такая будет на вас спина как у Сергея рубашка ночная вот так вы будете биты он вам наведет порядок он сделает вас матросов в сухопутных войсках поняли нет настоятелю сразу доложили Войтович отец Николай Николай Павлович ну и приложил там что Господь говорил Игнатий это вы им дали да опустил голову обычно он очень умный находился сказать есть ничего он роль больше выполнял чем сегодня епископ когда еще не было ну что-то надо делать мы заходили на порог храма помню я стоял батюшка отец Геннадий фаст и думали ну что сделать ничего только покинуть покинуть и выйти из него народ мой выйди от них ничего нельзя ну а то у нас мне пишут все время в интернете что делать большой амбарный замок и закрыть и теперь во дворе начинать вести занятия и когда уже подготовлены будут месяца через 2-3 за это время интердак наложить как у католиков когда крестовые походы были закрывали никто не прищищался кроме тех кто идет воевать службы прекращались место шепотом только совершалось мы мы в большем худшем положении находимся и ничего этого не делают они знали что делать даже обманным путем обращали внимание вертепный понедельник и во всех храмах всюду и везде торжеще идет я ни одного храма еще не видел где бы не было торговли не считая наших а можно обойтись без этого да вопрос не надо ставить запрещено есть святая божья десятина а с кого я буду брать я членства то нет никто и не будет а кто будет платить чего ради он будет платить с кого брать с инополис посторонний господь спросил вопрос вот это надо просто перед собой держать господи ну ты же кроткий и смиренный он говорит придите ко мне я научу вас ибо я кроток и смирен сердцем кроткий и смиренный человек может делать в храме то что он сделал ну по нашим меркам то оно никак не совпадает но он говорит я хозяин как хозяин а мы я настоятель я благочинный меня поставили меня епархия утвердила патриарх утвердил да я вашей системы не делал это вы придумали вы в храме наводить порядок может кто ты почему наводишь порядок ты из колена какого иудина кто дал тебе власть он знает отвечать абсолютно бесполезно они зациклены мы патриархия там папа у каждого свое и ничего нельзя сделать христос встречный вопрос на вопрос что он им сказал помните что это впереди еще было налоги то платить и я вам не скажу и вот здесь ответа то такого нет он должен был ответить впереди уже они пропустили мемория хозяин и второе ливийное колено оно больше всего в этом виновное было больше всего виновны церковники торговля где торговля христос еще не заходил а где христос прошел там на полу все эти валяются да кого у нас иконки да он выбросил людей живых не иконки он вытурил их и дальше бичом бил а где бич глотков пишет что шел ремонт и веревки лежали он сплел бич стоял плел они не понимали что дальше то будет а теперь начал их охаживать полосатым как у тебя вот платок и они такие пошли так вот в этот день если где бываете в храмах попытайтесь что-то попытку сделать пройдите к священникам торгашам напишите заранее что-то и скажите это недопустимо никакого Никольского собора нету никакого покровского есть комок торговый дом домом торговли господь говорит дом торговли военем Пресвятой Богородице покрова его но если мы реально это будем воспринимать и дальше спросим а почему один раз в году только празднуется здесь надо все до одного понедельника поставить то есть есть люди которые ревнуют и среду-пятницу мы обязаны соблюдать они придумали еще понедельничать называют понедельник ну постную пищу как среда и пятница вот мы знаем потеряевки у нас есть люди такие нигде ничего не говорили все почему это делают они подсознательно скорбят как бы о том что такой печальный был день господь пальцем нигде никого не тронул когда его били если я сказал говорят худо покажи что худо если хорошо за что ты бьешь меня как он отвечал здесь ничего не говорил сначала прокидывать деньги голуби показывать в кино Иисус по Евангелию Плуки все полетело закрутилось какое у них совещание было какой ущерб а там налоги уже определенные и это уже присосались а другие нас налоговые инспекции тоже там считают и когда я был вызвали так вы православные да так а почему отчет не даете какой продаете а мы не продаем как ну вы православные да сколько свящей продаете ни одной а венчане ну у нас бесплатно ну а крестины бесплатно забегали по кабинетам табак спасителей вновь рисуя как пишет Евгений Евтушенко защихали но есть божий суд на перстнике разврата десятина святая ее исключили а это чисто враждебное действие его утвердили нам непонятно что делается мы космические интернетные вести здесь захлестывает у меня все то что понедельник наступает а что ты будешь делать я уже сделал все свое сделайте вы я подарил веревки торгашам обрывки вас будет пороть господь вы не понимаете он делал вещественно вещами чтобы человек глядел и понимал меч два меча есть решила гонение так это сидят разбойники пираты захватили корабль и когда мы думали что сделать ничего не могли придумать только одно запирать храм и начинать учить людей торговлю выбросить установить десятину и вот у нас по милости божьей это есть ты где бываешь торговля даже совсем маленькая большой улуй мы заехали это то место где меня хотел генеон архиепископ рукоположить и направить большой улуй сновидение меня остановило куча бычащих шкур засохших и мне голос был выделывай кого выделывают я говорю они не поддаются выделки и мы там были открыли храм ни одного нету я повернул голову торговая точка священник стоит за торговой ни одного человека нет а он все таки стоит кто то придет кому то земель кидать кому то крестик кто то умер кто то задавился кто то спился и один единственного мы сфотографировали все вот какое дело и что интересно и всех мест где мы были это единственное место а это 600 на 600 это сколько ну 0,1% наверное место с которым мы не могли выехать выезжаем дорога разворачивается опять к тому же место и едет только мимо кладбища за рулем битая Савченко что делается я не знаю кто еще с нами был тогда в Луи ну в Большом Луи крутили Сергей был я был ты был ты был ты был ты был ты был ты был ну вот ты помнишь как мы крутились наконец-то второй или третий раз кладбище я говорю останавливайтесь что там в этом есть пошли по кладбищу зона смерти Освенцин и мы там долго ходили сколько ходить будет Господь покажет сколько ходили читали молились и тогда выехали мы не можем выехать в большое село разворачиваемся опять к тому же месту возвращаемся как во сне Игорь ты помнишь это? ну не могли выехать помню ну тут уж ничего не скажешь вон Сергей сидит никакие собаки не могут помочь нам чтобы след взять итак завтра вертепный понедельник поскорбите об этом что храмов в России нет есть торговые точки дома торговли есть вертепы разбойников это ни один ни два а может быть 20 тысяч помолитесь об этом чтобы куда-то хотя бы в один завтра Господь зашел и совершил то что он делал а он вчера сегодня во веки тот же он ревнует о чистоте это несовместимое не можете служить Богу и мамоне а что такое мамона? а это вот мамона церковная торговля более всего это мамоны это мамонисты это служители мамоны вот сейчас в интернете выставили вчера даже у нас батюшка пришел а у вас тут есть такое или нет? священник вот такая вот у него ряжка весом даже назвать нельзя примерно 150 килограмм веса и помощник его и самбист человек-то стильный самбист что-то сделал там на остановке и они его через оградку перегнули он его долбит и долбит этот поп-то толстомордый то с поднизу его захватит ну зарядите Новосибирск поп-избивающий человека буквально интернет гудит а почему? да потому что бога-то не знают люди а теперь смотрят он с крестом все как положено и долбит и долбит а потом показывают все что с ним было если бы не было торговли не было дурных это денег и тогда все было бы по-другому абсолютно все а как-то да еще раз говорю молиться надо и особенно сегодня на завтрашний день сходите то где находится попытайтесь что-нибудь священникам подойти и в епархию можно или нет запустить Христа в храм вот так поставить а если Христос будет заходить он прямо от дверей начнет вышвырить ваши эти комки не просто спросить а реально напишите чтобы вам зримо было что вы хотите итак вертепный понедельник рядом наши действия всего хорошего спасибо Христос и Братья и Сестры сегодня у нас именинница Александра сестра многое лето нашей сестре многое лето многое лето многое лето Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Не просто многое лето, а вечной жизни блаженной. Нас поздобит Господь. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расствий, от беззакония, которые в тайне, останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы вы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покавятся в небрежении Своем и проповедуют смело и инославному об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи и Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия. Авва, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сын и Святой Дух. Сын и Святой Дух.